Всем привет. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Даша. И в сегодняшнем видео мы сошьем наряд. Нашли на вечеринку, на которую я еду. Многие даже не знают, что есть такие вечеринки. Я уже на двух была. Вечеринки были организованы с Elf Taylor. Elf Taylor это школа шитья. И в этот раз я еду на вечеринку от блогера в инстаграм. Это третья вечеринка, которую она устраивает. И на первую я не попала, потому что была не в курсе. На вторую я не попала, потому что я только-только родила ребёнка. И вот сейчас я решила поехать. Антон меня отпускает, посидит с ребёнком. А я съезжу на полтора дня в Москву, потому что вечеринка проходит в Москве. Вечеринка будет в стиле а-ля рус. Примерно прикидываю в голове у себя, что может отнестись к этому стилю. И самое главное, что я хочу всё это сшить из того, что у меня уже есть. То есть у меня есть ткани, и я из них хочу сшить. Я ничего не докупала, кроме кокошника. Не кокошник, а такой ободок бархатный я взяла. И кожа у меня придут, и я померяю. Какой мне больше подойдёт, я оставлю. На самом деле очень много уже девочек купили ободки красные тоже. Ну, подумаю. Я посмотрю, как на мне это будет выглядеть. Но мне кажется, это прям дополнит образ. Ну, ничего страшного, если мы все будем в этих ободках. Так вот, вернёмся к стилю. На самом деле, последние несколько лет Dolce & Gabbana устраивают модные показы, и у них очень много одежды именно в этом стиле. То есть вот роспись, какие-то головные уборы в виде кокошников, там какие-то ободки тоже. Платья различные, жаккардовые, с росписями, с иконами. Ну, вот всё такое вот яркое, цветочное. Роспись хохлома, гжель, вот это всё можно отнести к этому стилю. Ну, как я понимаю, всё это, если копнуть чуть глубже, то это, наверное, юбки разлетающиеся с под юбками, да, вот эти вот бритальные силуэты. Сейчас 2021 год, и я считаю, что нужно как-то стилизовать это всё под нашу реальность. Мне не хочется идти в каком-то руссконародном одеянии. Мне хочется что-то стильное, что-то отвечающее тому, что мне сейчас нравится носить, и что-то, что я потом могу носить. То есть, я не хочу шить вещи однотневку, положить её потом в шкаф, как очень много платьев, которые нарядно я шила. Я хочу потом носить эти вещи. И вот, что я придумала. В общем, у меня есть ткань, как раз очень хорошо подходящая под этот стиль. Если вы видели видео про три моих любимых платья по выкройкам бурда, то вы знаете уже эту ткань. Её у меня, на самом деле, предостаточно. Отрез, я не знаю, тут, наверное, метра три. И ткань идёт купонным таким рисунком. То есть, сверху купон по кромке, снизу купон по кромке и направление рисунка у него тоже от кромки до кромки. Вот так. Чем-то напоминает шифон и креп. Что-то между вот этим. Она достаточно сложна в обработке. Ткань едет. Я уже шила из неё платье. И если у меня не хватит сегодня времени, потому что у меня есть один день, чтобы сшить себе наряд, то я пойду в том платье. Но мне бы хотелось сшить брюки. Это хлама. А внизу будет вот этот вот рапорт. Брюки будут свободные. Сшиты по выкройке рута. От Вики Соус. Я уже шила неоднократно брюки по выкройке рута. Трикотажный. Но я посмотрела, что Вика сшила свои брюки из шёлка. Поэтому вполне себе можно взять такую ткань. С верхом немножечко сложнее. Я хотела сшить что-то однотонное чёрное. У меня есть обрезки чёрных тканей. Как раз таки из трикотажа я планирую шить что-то вот такое. То, что на обложке Бурда за сентябрь 2019 года. Но без пояса внизу. По ткани, на самом деле, у меня небольшая, так скажем, запара в этом плане. Потому что у меня есть отрезки чёрного футера. И у меня есть вот такой отрезок, из которого я, собственно, и хочу сшить этот кардиган. Но его у меня не так много. Там заявлено, что нужно полтора метра. У меня здесь явно не полтора метра, это обрезок. То есть сейчас мы это всё постараемся уложить сюда. Ткань у меня уже декотированная. Будем кроить. Погнали. У нас есть один день. Мы справимся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продублировала я детали. И сейчас начнем стачивать все по порядку. И начну я, пожалуй, с брюк. Потому что потом их тоже нужно будет обметать на верлоке. Итак, мы источали в круг, получается, пояс. И также я сначала переднюю брючную с задней брючной. Таким образом, чтобы рисунок совпал. Полосочка, короче, рисунка совпала с полосочкой рисунка. Я сначала скалывала вместо рисунка, а затем уже все остальное. Я шила эту ткань раньше. И я знаю, что вот эта ткань прям очень сложна в пошиве. Она постоянно ерзает. Сложна и в пошиве, и в крое сложна. Поэтому мне вот сначала нужно вот этот момент заколоть. И только потом все остальное. Сейчас хочу заняться планкой от верхнего изделия. Это тоже нужно будет сделать на машинке. И потом тогда пойдем на верлок. И все это будем соединять еще и с помощью верлока. Очень хорошая новость состоит в том, что моя машинка прекраснейшая шьет и отлично шьет вязанный трикотаж. И еще одна прекрасная новость в том, что хорошо все прошло. С тоненькими брючками на верлоке все хорошо обметалось. Новость так себе, но в принципе нормальная. Я один рукав вточала правильно в открытую пройму, то есть без бокового шва. А второй я сразу сначала боковой шов, не подумав. И сейчас буду в общем-то втачивать уже непосредственно в пройму рукав. А вот здесь буду закрывать боковой шов. То есть ну в принципе ничего критичного. Также собрала все обтачки, в общем манжеты. Сейчас это закончу здесь сборку верхушки и переместимся опять в машинку. В борде немножечко другая последовательность, но я хочу сделать немного по-другому. Сейчас обработаем планкой срезы. То есть для начала нам нужно всю эту планку собрать. Нам ее надо приложить внешними срезами, потому что планка у нас получается двойная. Отточная внешними срезами я прикладываю к швам и уравниваю. И притачиваю всю эту планку на расстоянии один сантиметр от края порта. То есть планка должна быть наружи, снаружи. Вот таким образом. Сейчас надо ее будет заутюжить. Нужно теперь соединить брючины. Для этого одну нужно вывернуть брючину и вставить ее в брючину, которая на изнанке. И теперь уравниваем срезы и соединяем этот шов. Осталось обметать, но пока что на верлок мы не идем. Мы закончим планку. Для этого мы скалываем теперь оттачку планки по вот этому внешнему срезу. И стачиваем на сантиметр. Высеку лишнее. И внешний край обтачки я обметаю на верлоке. Теперь нам нужно эту планочку закрепить в шов, притачивать. То есть в шов притачать эту планку. Никаких здесь строчек делать не нужно. Просто притачать ее в шов в шов. С лица. Первая примерка. Вверху. Значит вот так это все выглядит. Укороченный кардиган. Вот здесь вот у нас такая вот планка. Завтра я поеду с ребенком за пуговичками с утра. Потому что наверное у меня нет пуговичек. Надо посмотреть. Но я думаю что сюда нужны какие-то интересные. Потому что достаточно спокойный кардиган. Здесь будет еще на рукаве резинка. То есть он будет более такой пышненький. И по низу сейчас я тоже буду притачивать манжету. И она будет собирать. Этот кардиган будет узким. Я именно так и представляла. Как Антон? Супер. Антону всегда все нравится. Он человек простой. Видит меня, говорит супер. Если бы мне не полагалось, я бы сказала, что это отвратительно. Но здесь супер. Спасибо, родная. Вот. И так уж пока выглядит. И потом я его тоже буду носить. Мне очень нравится. Как смотрится. Мне кажется стильно очень. И так. Мы имеем обтачку низа. Ну манжету низа. Мы сначала устачали по боковым швам. И теперь нам нужно закрыть вот эти срезы. Вот так вот отворачиваем наизнанку. И настрачиваем на один сантиметр. Затем нам нужно будет высечь уголок. Выправить. И приутюжить вот эту манжету. Она у нас готова к притачиванию. Так. Начинает махриться ткань верхняя. Нужно ее немножко сноровить. И теперь можно приточать пояс к верхнему срезу изделия. Я сначала его приточаю с помощью прямой строчки. А затем уже на вставы резинку и на верлаки отметаю. На этом этапе брюки можно примерить. Чтобы понять пояс хорошо. Хорошо лисеть пояс. И затем уже отметать край. И в принципе у брюк останется только подгибка низа. Я их уже без камеры примерю. И сделаю подгибку. Просто обметаю. И на 0,1 настрочу московским швом. Так называемый. Ну что ж. Подходит к концу пошив. Ну практически остаются всякие обработки низа. Вот например я обработала нижний срез рукава. Не нижний. Просто срез рукава швом в подгибку. И по низу я заколола манжету между всеми срезами. Короче заколола манжету. И буду стачивать на верлаке натягивая. То есть чтобы манжета, манжету натягивая. Чтобы манжета села на деталь полочки, спинки. Она у нас больше. То есть у нее видите есть слабина. На коллективном совете было принято решение. Тут еще не доделано. Поэтому не смотрите. В общем по поводу рукава. Мне показался очень странным рукав. Вот этот вот с резиночкой. Он так как это мягкий трикотаж. То он не стоит, а как бы спадает. И в общем какой-то непонятный глистик. И когда я сомневаюсь, я его Антона спрашиваю. Он мне помогает. Мне его мнение важно. И я ему доверяю. И я ему спросила какой рукав лучше. Он сказал, что вот этот рукав лучше, чем вот этот. Та-дам! Я закончила наряд на швейную вечеринку в стиле Аля Рус. У меня получились классные брюки, которые я буду впоследствии носить. Классная выкрикана. Но она мне как бы давно нравится. Но я в первый раз ищу брюки Рута не из трикотажа. То есть эта ткань совершенно не тянется. Она такая полупрозрачная. И летом будут очень удобные и классные брюки. И также я сшила кардиган. Но мне он показался слишком простым, когда он был просто черным. Я поехала за какими-то яркими пуговками, но не нашла их. Хотела с рубиновым камушком, но ничего не было похожего. Зато нашла вот такую вот тесьму. Ну это типа кружево. Такое вышитое, хлопковое. И я решила взять это кружево и вот пришила по борту полностью. И еще я купила три пришивные кнопочки. Еще мне пришел ободок. Ну типа как окошник. Я уже не стала сама ничего мастерить. Просто купила. Кожаный вот такой. Он очень хлипенький. И он на меня налезает. Но он как-то вот налезает. И чуть-чуть вверх задирается. Как бы он съезжает с меня. Ну и не выглядит так круто, как бархатный. Мне кажется и по цвету он больше подходит. Нежели кожаный. Ну и по стилистике. И по исполнению мне больше нравится бархатный. Потому что тут вот, если видите, прошиты как бы не очень красивые. А бархатный сделан прям хорошо. Мне понравилось. Осталось мне надеть сапоги или туфли. Я сейчас пойду их искать. Я в инстаграм выложу целый пост. Посвященный этому наряду. Полностью рассмотреть его. Вы сможете подписавшись на мой инстаграм. И также обязательно подпишитесь на мой канал. И поставьте колокольчик. Потому что выйдет видеоблог с ошейной вечеринки. И мы увидимся с вами в следующих видео. Всех целую. И всем пока-пока. Ой, кстати. Ну напишите, как вам? Как вам образ-то? Селяночки. Да, сейчас селяночки. Понравилось, не понравилось. Что не понравилось, что понравилось. Пишите в комментариях. Обязательно я с удовольствием почитаю. О, кстати, еще раз. Я аж покрасилась. Кто-то заметил. Ну если заметили, тоже пишите в комментариях. Как вам и такой цвет. Вот теперь точно все. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok